всем привет дорогие друзья добро пожаловать на властелин колец модом энерат сегодня у нас дуэлька на карте ну на бродах но она на скине который все раньше хейтели на стримах и просили чтобы я его не включал потому что темно но надеюсь вам будет светло не скинуть сильно нравится итак сегодня у нас играет какой-то ноу-нейм из мерси под ником нова и рейс я подозреваю что ты еще один ноу-нейм из мерси которые не хотят ставить свои ники но кей гондор нам блистые горы мотнем чутка старт гондоров 2 барака с 3 ферм нифига ранова от так то здесь еще более ранний старт и нычка в это время гондорцы решили крепить а вот почему он так рано 2 барак поставил он походу хочет он сейчас закрепит получит бабло ну не будем считать гоблинов дан мысль наверное такова получит бабло подстроит еще пачку и у него будет большая пачка сразу чтобы в атаку неплохая идея но гоблины тут как тут сразу ставится башенка чтобы не могли окружить ферма мечники принимают атаку забыл переключить стенку счетов о переключил переключил впоследствии появились лукари еще один отряд мечников сносится ключевуха но это благодаря ворчанту и половина гоблинов погибает это время мечники обнаруживают нычку сразу уходит рабочий и эти добивают крип получают 300 рублей это ключевуха не упадет здесь даже можно уходить крепостью задевает так что мы видим здесь пока что просто подстраиваются мечники забыл 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 100 рублей так новая пачка пошла здесь ключевухи нет важно подбежать сюда 100 тоже ставится башенка чтобы легче было дефать немножко недоконтролил нычку зачистил но видит ли он эту чем мы посмотрим нет не видит не видит и это ключевуха упадет так не успел выбрать нормальную позицию точнее занять три отряда пробегают на базу гоблина еще лучники построены были но в принципе это неплохой размен для для гондора для рейс потому что 4 отряда гоблинов погибло на одну ферму то есть очень даже неплохо так нычку запалил добежал до базы про проверил проверил есть ли здесь что-то надо бы здесь еще проверить рабочий уходит кстати возможно эту нычку не запалит она очень удачно построена ну-ка ну-ка а нет рабочий рабочий и увидит но вот увидел ли ее игрок непонятно там был было мгновение когда обзор здесь открылся так еще одну нычку он видит и пока что если честно атаки гоблина не такие уж и эффективные есть мордор отбился без особых проблем экономика его растет и в ближайшее время гоблин атаку свою провести не сможет здесь небольшой фейл забыл оборону поражать решает отступить ну и правильно потому что здесь лучники и не получится пробиться но кстати я не прав если он не увидит эту нычку а он ее вроде как а все 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 да не предвидится атака придется гоблину либо тактику переключать либо идти по центру что не будет являться такой уж и проблемой для гондора который кстати уже работает над вторым крипом по идее можно этот забрать но он может и экономику покоцать не думаю если по центру будет идти атака то гондор ее легко отобьет так ну-ка по экономике 400 на 320 полторы фермы выигрывает ой смысле две с половиной фермы выигрывает гоблин но сейчас он снесет одну но правда гоблин подстроил еще минус лучники неплохо очень даже неплохо ворчан стал еще и копейщиков загрязет отличный размен просто еще и можно попытаться свалить отсюда нам походу будет уже в ноль размениваться на мечников конечно он не пробьет они тут пытается все таки отступить последний знаменосец погиб но тут еще два отряда по сути можно их спасти также ловит мечников у себя на базе и пока что ничего не происходит кстати практически южные провинции гоблин отстает чутка но сейчас сейчас эти 100 рублей заберет халява на базе в принципе можно дефаться лучниками ловит два отряда но здесь по идее гондорцы должны отбиваться до окружение не настолько эффективно и тут мало гоблинов так что в принципе они будут танчить лицом большую часть и плюс еще и варги пробежались по гоблинам тоже покрошили там немного их да тут скорее нужно гоблинам отступить перегруппироваться южные провинции призываются и минус эти лучники и это позволит рейзу пробить очень даже неплохую пачку экономики осуждаю то что он показывает отряд кавалерии прям в наглую очень зря у него здесь и так большие преимущества не нужно было ее показывать ну-ка посмотрим ну правда пока что не грядится ни один барак но скорее всего сейчас будет да очень круто сейчас он забирает еще и крип просто одна атака которая сбривает половину экономики показывает второй отряд конницы поздоровался с призраком и мне кажется что гоблин гоблин сейчас рискует проиграть он куда-то деньги потратил ну-ка а как раз прям тайминги азок у него вышел здесь всего один отряд копейщиков это что хилка была хилку выбрал надеюсь он в бормера играет если он хилку взял иначе это как бы расточительство ну такое мне кажется что надо отступать сейчас гоблина потому что как только коронация произойдет азок перебьет всю эту пачку одного отряда копейщиков явно недостаточно чтобы его замочить но пока что рейс решил этого не делать сносит один барак второй сейчас снесет первый не грядился поэтому от конницы помощь защиты не будет но я кажись право флил даун конницу слил ой ну такое расслабился из-за из-за выгодного положения расслабился и теперь еще и азок покушает на этих на на этих гондорцах так появился фармер то есть готовится видимо контрмера нужен берегон но еще нужно берегон до качнуть до третьего уровня фармеры до второго подстроил копейщиков нужно больше копейщиков строить и лучников разумеется тоже ну по идее гондор все равно должен здесь выигрывать ну хотя блин вот слив двух отрядов конницы это конечно супер печалька это 1200 только в коннице и еще 600 монет здесь добавьте еще немножко и это борами короче я не совсем уверен что прям такое большое преимущество у гондора лучше бы он ее вообще не строил и ну конечно если бы не играл в азога гоблин а дальше бы пушил то конница бы помогла ставится воронье высота здесь не нежелательно сражаться потому что нечем ее снести но все-таки хочет это делать гондор ну блин я бы сражался азогом а почему он отступает буквально пол уровня остается до всадников гундабада здесь нет копейщиков и даже если он несколько отрядов успеет подстроить можно все равно призвать на голову лучников все равно убить их ой ну это фейл конечно нова просрал воронью высоту вообще без особого размена такая была пикантная ситуация для гондора и он ее в легкую отбил ну зря зря так начал строить мечников атаковать ими экономику нежелательно и кстати сейчас конница зайдет потому что копейщиков тут нет а ну он строит один отряд ну хорошо какого уровня берегон 2 надо бы его здесь качнуть на этой ферме есть тролль возможно имеет смысл пойти закрепить тролля плюс подстроить несколько отрядов лучников можно просто фоксить в бою азога и он по идее должен умирать лишь только нужно придумать как избавиться от конницы то есть наверное держать копейщиков ну во первых мало копейщиков хотя бы еще отрядик или там погодите мне показалось или там был а там два отряда у него ладно может хватит двух если он закучкует своих лучников не понимаю почему он не хочет сражаться если закучкует лучников прожмет стойку ежа копьем чтобы азог не мог прям в лучников закинуть конец ох ща будет боль боже мой какой ужас ворчант прожимается дебаф но нет еще дебафа от лука а у него в принципе все есть уже ему только нужно позицию нормальную подобрать но призывается конница проезжает по лучникам и я забыл снова как его зовут короче гондор гондор теряет свою армию да копейщиков не хватило и он их не прикрывал он лучников не прикрывал то есть все еще он надеется убить азога призывают южные провинции берегон повесил дебаф но ценой своей жизни скорее всего в тьму раскачался но не через не через ту ветку играет блин гондор мог бы сейчас кстати свичнуться в разрыв в облаках если бы хилку не брал ему бы примерно бы хватило там немного подкачаться ну окей сражения все еще продолжаются конницы очень много стало прямо интересно кто же дожмет но тьма слишком сильно бустит этих мечников он еще и на агрессивке ими сражается призывается серая компания то есть решает все таки гондор не контрить тьму пытается пропушить свое преимущество как можно больше подогнал копья и более-менее он зачистил всю пачку так азог остается жив небольшое подкрепление есть также там и снова по сути снова выигрывает гондор ну-ка что у него там 7 очков получается выигрывает больше чем на 10 очков там надо считать эти две вроде от серой компании правильно 13 15 даже уже на 15 минус 7 на 8 очков выигрывает вот но неплохо в принципе так хальбарат сейчас подхилит всю армию конница уехала фланг был занят кто там агресский стоят захватывают таверну того получится 845 на 500 на 430 практически в два раза будет больше очков командования так прожимается ярость ну мне кажется что эта армия не вытащит хрен его знает а паучки призываются фокусится ли азог фокусится нужно уводить сейчас героев в толпу не успевает фармера увести минус фармер но берегон все еще может убить азога если азог будет сражаться но ситуация плохая паучки подпирают лучников за счет тьмы ярости и клинков у руки тащат о нифига здесь есть арагорн погодите ка погодите ка еще рано списывать со счетов рейза арагорн должен помочь ему протанчить ну правда тут еще подкреплением да подкреплениями должен выиграть да 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 рейс вынужден отступить и в спину ему призывается конница тут еще и азог может сплэшом накоцать попытка убить азога но конница не даст это сделать хотя стоямба неужели стреляет берегонт хватит ли урона нет не хватит не хватит и это риск убить арагорна ну в смысле потерять арагорна для рейза нужно на фонтан призывать вот этих ребят о боже мой нет это минус берегонт хотя бы перед смертью призови ребят не успел я не вижу арагорна тоже умер походу нет арагорн вот жив заныкался под плащ но это не заработало они его ударили и арагорн погибает какое же фиаско да все таки серая компания это была ошибка нужно было отменять тьму но сейчас стоп она все еще работает или нет из-за специфики карты мне сложно понять вроде нет но они светятся от чего-то но эти не светят от чего светится у руки непонятно может это ворчант был не понимаю окей так азок при смерти но даже если он умрет он уже окупился три отряда рыцари проезжают здесь нет копейщиков так что рейс может закомбечить минус азок должен быть они не должны его отпустить но практически докачался до двадцать пятки сейчас гоблин уже докачался так что же мы видим он может в гундабад сыграть да и это правильное решение здесь не получится ничем отбиться ух ты еще и минус конница 1800 ну правда может быть то есть только 1200 если спасет этот отряд дополнительные есть или я сейчас ошибся и ладно я просто спать хочу сейчас пол третьего ночи 2 вышки но хрен его знает мне кажется он не отобьет эту атаку даже если крепость устоит он очень много всего потеряет что у него есть сейчас южный откатится а есть мертвецы хорошо мертвецы отбивают эту атаку в принципе по другому ему нельзя играть потому что он он уже на грани проигрыша у него остается один барак еще а хотя нет у него здесь еще барак есть правда он им не пользуется у него очень мало денег южные провинции призывается в центре отправляется на харасс хорошо закрепил тролля и захватывает сигналку нового убивают больга гондорцы вместе с королем мертвых как его там звали а так и звали интересно и было у него имя надо погуглить по идее эту ферму снесут но размен не очень хороший хотя там есть копия ладно скорее размен очень хороший будет сейчас конницу потеряет снова рейс своим да но у него еще есть шанс ее воскресить нет плохо поплыл поплыл очень много насливал всего особенно конницы уже где-то 7 отрядов в этом матче было убито просто ужас это огромнейшие деньги лучше бы под серьезно лучше бы играл весь конницы можно было столько войск под построить на эти деньги явно конница не зашла ему так 11 очков но думаю тут очевидно нужно брать лес и выходить как можно быстрее в разрыв в углаках ну-ка сколько там еще до тьмы скоро тьма откатится и снова будет страдать очень сильно армия гондора от всего этого руки очень толстые становятся если еще и это же азок ну точнее нова еще ни разу нормально в высоту не поставил то есть если ему удастся пропушить под крепу и где-то здесь воткнуть высоту чтобы у руки под бафом от высоты сражались они могут просто под крепостью стоять и не чувствовать особо этого урона ну если еще тьма конечно же будет так тут минус кстати четвертый уровень практически вообще печально что отдал ну что я уже где-то ставил что ли вот оно что обидно в кд ушло ну единственный вариант переставить высоту это обстрелом тролля или же великана ее разрушить самому на грустно грустно конечно вот если бы высоту можно было переставлять сколько угодно раз я думаю что чаще играли бы вазога а то это же по сути самая полезная его фича ну помимо огромного сплэш урона так ну вроде как вроде как еще больше поплыл рейс мне кажется уже прям свободно себя чувствует нова харасит постоянно снова забрал пачку войск и практически докачался до балрога сможет ли нет нет не сможет его проконтрить взял вышку почему-то ну я не понимаю почему он игнорирует тьму в нее конечно редко играют но не стоит недооценивать это очень мощный скилл еще учитывая что тут у руки как бы толстые так пошла новая атака призываются серая компания войск увы нет выход в мрахиля который совершенно не нужен конница которая только сливается в этом матче теперь будет сливаться вместе с им рахилем хотя конницы и нет так что сливаться наверное не будет папа потому что нечего сливать но им рахиль сил сюда это гг уже все окончательно воля к победе пропала у рейза и еще и благодаря этому докачался то балрога нова ну были бы деньги можно было бы крепу сейчас по идее засейвить заградить броню взять ремонт переждать кстати я совсем забыл посмотреть а у него есть налоги даже смотрите сейчас последний уровень можно взять тайны тора что происходит такое впечатление что там где то есть берегон потому что как какой то не очень большой урон по крепости проходит и я и лечит не понимаю он ремонтирует ее нет вроде бы ну слушайте он задевался офигеть и не понимаю как так получилось но он задевался а все таки он ремонт окей он ремонтирует просто медленно то ли там авторемонт врубился ремонтирует крепу так и два отряда всадников до ламрад ну они хороши это да добил ах грустненько грустненько я бы хотел посмотреть что он а все он сдался я бы хотел посмотреть какие планы у него на этих всадников были как он собирался ну просто в бою с армией они неэффективны потому что гоблин бы просто копейщиков построил и все с этим но по идее эти два отряда тоннели очень быстро бы сносили то есть даже возможная высадка копейщиков из тоннеля не должна была бы помочь нови их дефать в принципе если бы он крепу не потерял и как то смог бы дальше пожить а на вторую двадцать пятку у него есть ответ его мертвецы он мог бы харасить бегать экономику и в теории он бы мог бы закомбечить еще в этом матче но не повезло ну беда в том что очень много войск послевал если бы он этого не делал и на момент призыва болрога были бы ресурсы сделать броню то он бы крепость стопудово спас вот ну и еще стоит заметить что надо было налоги кинуть я не уверен но может быть ему бы хватило денег и может быть успел бы сделать броню такие дела всем спасибо за внимание огромное спасибо всем кто стал спонсором моего канала в общем всех благ чао какао не болейте пока